Ты слабое звено. Ой, и сколько ждать? Не моя эстетика. Ну вы поняли, да? В общем, по кайфу. Ну, как говорится, не хуже люкса. Нас не проведешь. Ой, фу, хочется смыть. Что опять? Вот, ну почему опять? Мы уже с вами должны смириться, что бренды не копируют, а бренды вдохновляются. А, либо дверь закрой, либо там... Я вставлю твое творчество. Закрывай, не май месяц. Точнее, уже май. Ну, что-то холодно. Друзья, всех рада видеть на своем ютуб-канале. С вами я, Марина Суя. И, конечно же, по традиции, кофеек и чаек. И просто будьте как дома. Угощайтесь. И сегодня у нас на обзоре бюджетная косметика. Я знаю, вы это любите. И я тоже. Знаете, искать из этого большого ассортимента из бюджетной косметики бриллианты. Ну, как говорится, не хуже люкса. Ну, вот вы знаете, вы купили вот эту вот баночку, тюбик и просто кайфуете. А еще и немного заплатили. А какая косметика сегодня будет по качеству, мы узнаем в этом ролике. Часть из этого всего я заказывала в Золотом Яблоке, а часть на Вауперис. Там есть такой продавец, называется Деталир. И он нас радует ранними новинками из белорусской косметики. Так вот, у нас сегодня будут и новинки, и также косметика на обзор. Бюджетная. Первым делом, конечно же, подготовка кожи. Освежайсь тоник от Icon Skin. Следующим этапом успокаивающая сыворотка. Крем для век Мэри Мэй. И завершающий этап в уходе лица, это флюид. Это тоже Icon Skin. Точно, у меня же сейчас еще один ритуал добавился. Если что, это пока не реклама. Я тестирую эту сыворотку для ресниц X-Lash. Я ранее тестировала, года три назад. Был, конечно, результат, но я там, знаете, грешила с нанесением. То нанесу, то забуду. А сейчас я каждый день наношу. Я решила не пропускать ни дня. Чуть больше недели я наношу эту сыворотку, и уже я заметила, знаете, что у меня в целом ресницы растут прямо. Ну, чуть-чуть. Вот на кончиках есть, конечно, кое-какой там изгиб, но в основном прямо. И уже благодаря туши я их приподнимаю. И я вижу, что некоторые ресницы становятся длиннее, и они уже такие «Я пошел выше, до бровей!» Посмотрим, что будет дальше. И еще я заметила, нижние становятся длиннее. Вот этот пробел, мне кажется, его ничто не заполнит уже. Да, вот у меня есть такое место, где не растут ресницы. Но посмотрим, а вдруг свершится чудо. В общем, чуть позже я поделюсь своими результатами, своими ресницами. Дамы и господа, пока я работала, снимала, монтировала этот выпуск, у меня появился личный промокод. Промокод для моих подписчиков моего телеграм-канала, но, конечно же, полезным нужно делиться. И чтобы вы тоже не пропускали выгодный шоппинг, я оставляю промокод. Ну, а мы переходим к тону. И у нас сегодня вот такой дружочек, двойной, непростой. Здесь у нас и праймер, и тон 2 в 1 от эстрад. И знаете, когда я выложила в своем телеграм-канале этот тон от эстрад. Вот, думаю, новинка какая. Вы меня так наземно опустили, что Марина, это вообще не новье. И вы мне стали скидывать фото тона от Фаберлик. И там, знаете, найди 10 отличий. Я косметикой Фаберлик и ранее как бы не увлекалась, и поэтому я пропустила тот момент, что да, там есть вот такой похожий. Может, был, либо есть. Напишите в комментариях, кто тестировал. Мы уже с вами должны смириться, что бренды не копируют, а бренды вдохновляются. Ну и, конечно же, в зависимости, на каких заводах это все делается. У эстрад на выбор есть два оттенка, потемнее и посветлее. Конечно же, я выбрала посветлее. Посмотрим, насколько он светлый. Я еще заказывала, когда не было сводчей в золотом яблоке. Вот просто наугад. Ага, здесь получается 30 мл, 2 по 15. Какая-то у нас база. Этот он. Давай. О, базу нанесу. Посмотрим. Нет какого-то сильного подсвечивания. Это, знаете, такая легкая база под макияж. Слегка выравнивает, слегка подсвечивает, смягчает. Но хорошо, что это не ложится жирным блинчиком. Если смотреть на первое ощущение, то не было такого ой, фу, хочется смыть. Нормальная база. Многих, наверное, интересует, а что же за тон тут? Это, знаете, я не читаю описание. Так, что за база? Что за база? Что она делает? Да, вот тут и так и написано. Выравнивающая основа под макияж и матирующий тональный крем. Нас не проведешь вот эта приписка матирующий, как многие тона любят писать, хотя по факту нифига не матирующий. Оттенок-то неплохой. Сначала посмотрим, как наносится пальцем. Нормально, можно и пяткой растушевать. А если кисточкой? Знаете, вот зачастую я понимаю, что первая чуйка, первое впечатление по продуктам меня редко обманывает. Так вот, что мы тут видим? Давайте посмотрим. Первое, что поры, вот эта вся история я наносила и пальцем, и кисточкой, но все равно вот Т-зона, особенно нос, вообще выглядит не ахти. И еще подчеркивает этот тон либо база, либо все вместе поры. По идее, это все не сглаживается и наоборот видно. Естественно, если вот так смотреть, то ничего не видно, но мы же любим, чтобы все было вот как вторая кожа. не моя эстетика. И по поводу перекрытия. Да, есть освежающий эффект, но покрытие слабенькое. Что насчет матовости? Что опять? Вот, ну почему опять? Маркетологи либо разработчики почему пишут на тюбике неправду? Может, кому-то этот тон подойдет? У меня не вызвало желание его повторно купить. Вот знаете, нужно оценивать так продукт, что хотелось бы его просто хотеть, желать и повторно покупать. Это лозунг, во! Лозунг таких продуктов, которые просто рекомендейшн. А чтобы как раз не пропускать такие рекомендейшн, то, конечно же, подписывайтесь на мой YouTube канал и Telegram канал. И обошелся мне такой дружочек в 490 рублей. Не, мою кожу, конечно, этот тон не украсил вблизи. Я вижу вообще все косяки, которые другие тона не подчеркивают. А кому подойдет этот тон, даже понятия не имею. не матовый, подчеркивает всякие вот эти нюансы, поры, шелушонки на носу. У него даже нету матового финиша, даже какого-то слегка бархатистого. Ну, вы поняли, да? Сейчас все консилером перекроем и будет красота. А консилер я тут давно хотела протестировать. Это знаменитый консилер от бренда Шик. У бренда Шик зачастую как бывает вот продукт, все, в продаже. Спустя какое-то время, даже короткое, он заканчивается и люди такие и сколько ждать? Этот консилер я тоже ждала, потому что он закончился, ждали поставку и на Валберис я его покупала за 948 рублей. Сейчас он стоит там подешевле 865 рублей. И исходя из свочи я заказала первый оттенок. Все, руки не доходят снять полноценный обзор на бренда Шик. Но это, знаете, тоже популярные оттенки быстро разбирают и ты такой, а из чего сделать обзор-то? Я все поодиночно ознакомлюсь, а потом, наверное, сделаю общий обзор. Тут я возьму спонжик. Этот тон эстрад я также наносила и спонжем в первый раз. Ну, я там пробовала и пальцем, и спонжем. И все равно вот эта вот вся текстура подчеркивается, некрасиво лежит, если близко смотреть. И даже база не спасает. Вот сейчас выглядит все симпатичнее. Я прошелась, можно сказать, по всей этой зоне консилером. И консилер, да, привлек мое внимание. Мне он понравился. Можно и лайтовый, и поплотнее нанести. Я бы не сказала, что это супер-пупер такой плотный консилер. Он хорошо распределяется, к меру фиксируется. Но, конечно же, для стойкости можно пройтись пудрой. Если смотреть оттенок первый, то он идет с тепленьким подтоном. Вот то, что нужно. Не сильно темный, не сильно желтый, чтобы нейтрализовать синячок и освежить взгляд. Консилер не жирненький. Он потихоньку фиксируется. Но насчет мимических морщинок, повторюсь, можно пройтись пудрой вуальной. Но до пудр мы еще дойдем. У меня здесь есть контурирующий продукт. Это стик-корректор бренда Ninelie. Как в интернете написано, бренд с испанским характером. Этот корректор, стик, мне все мелькал в золотом яблоке в формате новинок. Я такая думаю, ну вот, наверное, нужно взять. И этот стик еще создан в коллаборации с бьюти-блогером Дашей Абрамовской. Обошелся в стик в 598 рублей и сейчас его можно купить подороже за 665 рублей. Но не забываем есть промокоды. Я, скорее всего, тоже покупала с промокодами. Оттенок у меня 431 серо-коричневый и также есть 432 холодный коричневый. Давайте законтурируемся все линии наверх. И сейчас это все нам нужно растушевать. Это как-то плотненько нанесся. Мне встречались такие контурирующие стики в двух вариантах, которые плюс-минус такие пластичные, жирненькие и которые вот такие, которым нужен разогрев. То есть, чтобы легче нанести такой продукт, лучше нанести на палитру, теплую палитру, разогреть и потом уже набирать. Ну и, возможно, летом будет полегче его наносить. Сейчас как-то так свежо на улице. Но такой формат, кстати, будет хорошо у кого жирная кожа. То есть, вот такой стик, он хорошо держится. И пигментацию вы тут, конечно, можете выбирать сами. Можно лайтово, а можно понасыщеннее. Ой, мне нравится, кстати, мне нравится. Можем еще подкорректировать скуловую линию консилером. Ой, тост за мягкую коррекцию. И вот таким стиком, кстати, хорошо делать затемнение складки и неподвижного века. Смотрите, какой макияж уже у нас выходит. Но тут не берем все тон, тут мы все, можно сказать, консилером перекрыли. И сам оттенок, смотрите, какой хорош. Да, достаточная тут пигментация и еще самофиксация. Контурирующему стику ставим лайк, точнее, я ставлю лайк. О, новиночки, новьё. До пудры мы еще с вами дойдем. У нас здесь хайлайтер девочки. Хайлайтер от Люкс Визаж. Жидкий хайлайтер. Ой, ну давайте посмотрим. Номер оттенка 10. И заказывала я хайлайтер на Вауберис за 273 рубля. Написано, что хайлайтер для лица и тела. Извините, на моё тело такой вот юбика. Кстати, кто успел урвать хайлайтер для тела и тот для тела от Шик? Напишите в комментариях уже свои отзывы, кто купил. Давайте попробуем нанести. Интересно, разъезд ли тон. Ой, он фиксируется. Я тут пока кисточку смотрела. Я так понимаю, лучше набирать с аппликатора и потом уже пальчиком. То вы будете чувствовать меру и количество нанесения. Ууу, красиво. И что, приятно? Мы уже с вами это поняли, что продукт фиксируется. Это не лежит жирным блинчиком. Ничего, ничего так. Ну что ж, это деликатно, это красиво и нет отдельных блесточек, смотрится однородно. Новые пудры у нас будут в следующих обзорах. Это, например, вот заказала iHeart Revolution и от Essence. Сейчас я возьму свое, например, от Crystal Minerals с HD эффектом. Румян чуточку тоже добавим. Это новинка от Catrice, я уже их обозревала. Номер 20. Здесь есть, получается, легкий шиммер, который дает холеную кожу. Как говорится, свежесть лица заслуга моя. Дальше мы переходим к бровям. Мой взор упал на карандаш от Artvisage в оттенке 01. Очень он похож на формат Juventus В другой косметички на меня смотрит косметика Artvisage будет обзор. Я там тоже заказала кое-какие позиции, которые я не тестировала. Этот карандаш я уже успела протестировать. Знаете, он мне больше понравился, чем Juventus Bo. То есть, Juventus Bo, он все-таки посуше, пожестче. У кого кожа жирная, Juventus Bo, скорее всего, вам больше понравится. А вот Artvisage это, знаете, золотая середина. Не супер мягкий все-таки формат, что-то среднее. 01 оттенок универсальный, многим подойдет. Карандаш для бровей двухсторонний Artvisage мне обошелся в 250 рублей. Оттенок 01. Дальше идет опять новиночка. Эстрад нас не только порадовали новым тоном, но и также выпустили мыло для бровей. Да-да, это мыло для бровей написано. И я знаю формат мыло для бровей, который нужно так смочить щеточкой и набрать. Похоже на очень густой гель. Прижмем еще. Они прилипли. О, они прилипли. Они реально прилипли. Посмотрим, конечно, какая будет фиксация и будет ли вообще она. Может, будет просто эффект ламинирования. Дальше мы переходим к глазам и здесь будут у нас интересные продукты и также новинки. Об этом вы, наверное, уже слышали. О жидких тенях Vivienne Sabo артист. Vivienne Sabo у нас все закидывает новинками, как, знаете, подарками в Новый год. Да-да-да, новая коллекция ко мне уже приехала. Вот там в зеленом пакетике из золотого яблока мой заказ прибыл. Будем с вами обозревать, что там, какая тематика эзотерика. Но я заказала все оттенки жидких теней Vivienne Sabo артист. Вообще все. Шесть вроде, да. И также все оттенки жидких теней Belor Design Nude. И туда же я хочу докинуть и туда же хочу закинуть жидкие тени от Luxe Visage. Вот эта троица в ближайшее время попадет куда? Да, формат и рубрику А что лучше? И в будущем в этом выпуске я покажу все оттенки Belor Design как раз тоже заказывала. И также все оттенки Vivienne Sabo. Luxe Visage у меня не все оттенки, но тут самое главное не это. Что лучше из этого всего? В этот макияж я хочу в качестве от ножки взять тени Vivienne Sabo жидкие под номером 04 и нанести на все подвижное веко. Также по нижнему веку добавляю. И все оттенки жидких теней Vivienne Sabo я заказывала на Vauberis обошлись они мне по 346 рублей. Ну что ж, вот такая заготовка уже на веках. Дальше мы переходим к свежей горячей новинке и это подводки от Ariloui. Тоже белорусский бренд. Какая здесь эстетика обози. Мало того, что здесь и оформление достойное, знаете, это как софт-тач, полуматовая полу-софт-тач. В общем, по кайфу. Конечно же, самое главное, что внутри. А здесь подводки с кисточкой. О, не с ветровым наконечником, а с кисточкой. Я заказала сразу в двух оттенках, в которых и представлена подводка черный цвет и коричневый. Давайте покажу цвета. Под номером один черный цвет и под номером два коричневый. А по поводу стойкости не waterproof, как говорится. Не водостойкие. А как бы указано waterproof. Секундочку. Да, вот написано waterproof. Давайте я еще нанесу. Может, подождать нужно подольше. Хотя обычно такие подводки быстро схватываются. Нанесли. Подождем. А мы пока будем рисовать стрелы. Для подготовки губ и для увлажненности я нанесла блеск Plumper от Divash в оттенке 04. И вот как вы думаете, какой цвет я брала? Черный или коричневый? А это, дамы и господа, вот так выглядит коричневый. Знаете, да, издалека как будто черная подводка. Но нет. Это коричневый цвет. А, кстати, по поводу waterproof. Ну, вы поняли. Угу. Подводку я уже тестировала. Держится отлично. Но по поводу стойкости, естественно, если вода попадет вот так вот просто капельки, возможно, ничего не потечет. Вот это я просто так терла, но вот стерлась, имейте в виду. Дамы и господа, для меня это останется загадкой, почему в обзоре у меня подводка стерлась водой, а когда я решила снять вставки этой подводки, то вуаля, она никак не стиралась водой, железобетонно держалась. Но на деле подводки шикарные, кисточка удобная, рисуют четко, и еще подводка не бликует, то есть она не глянцевая. И на Вауберис они мне обошлись по 322 рубля. Тушь я возьму от Лимони Перфетта. А макияж-то становится более-менее уже завершенным, вы только посмотрите, какой простой, нежный и эффектный макияж на каждый день. Но как же можно привнести нотку изюминки и полностью изменить макияж глаз? Не прям полностью, но сделать кое-какие перемены. А благодаря цветным подводкам эта вещь называется аквалайнер. В переводе просто добавь воды. Серьезно, просто добавляйте воды, смачивайте кисточку водой, разбавляйте и наносите себе стрелы, все что угодно. Для этого я беру тонкую кисть, смачиваю ее и набираю подводку. Я не то что слегка, а вообще чуть ли не при параде. Бренд называется Glitter Things Beauty. Если я правильно прочитала, я выбралась в каких весенних и летних оттенках. Каждый аквалайнер мне обошелся в 364 рубля. И я считаю, что это отличная находка. И, конечно же, в этом не нужно купаться, иначе все потечет. И для меня вот эти аквалайнеры это такой завершающий штрих художника в творческом макияже. Помните, да, какой макияж был? Просто однушка на веко, стрелка и все. Но благодаря аквалайнеру можно добавить одну линию, две, десять, хоть сколько. И я тут смиксовала два оттенка, вы только посмотрите, какой салатовый, он просто вот светится в макияже глаз. Если не мочить, конечно же, хорошо держатся аквалайнеры вот эти, и они особо не трескаются. Конечно, если вы много нанесете, жирно, возможно, но вот как я нанесла, мне нравится. Я целый месяц на них смотрела в золотом яблоке, думаю, надо, пора уже. Тем более, скоро лето, и если кто захочет сделать такой акцент, небольшой, цветной, то вот, пожалуйста. Ссылки на продукты я оставлю под видео в описании, обязательно. Ну что ж, остались губы. Об этом новее я уже рассказала в своем телеграм-канале, и это новинка блеск от Люкс Визаж. Сделаю сначала контур, возьму карандаш от Пупа в оттенке 0,43. Вот это совсем такой нюдовый оттенок, 501 Бэйби Пинк называется, и оттенок 506 кармельно-бежевый, вот его я вам показывала уже в телеграмме. Это блески без плотного оттенка, но они так комфортно и красиво лежат на губах. Покажу вам оттенок 501. Напомнил от Люкс Визаж не хуже Люкса. А откуда-то губы у меня появились, особенно верхние. И покажу 506 еще оттенок. До этого момента у меня был фаворит 506, вот этот, который сейчас на губах. И он тоже хороший, он на солнышке красиво переливается, там микроблески. В этом-то и плюс, что вот так вы не увидите, что не будет там мерцать вот эта дискотека, а только будет на солнышке так красиво переливаться. Так вот, мне сейчас понравился предыдущий 501, и он тоже смотрится очень гармонично, и с карандашом, и без. В любом случае, это бюджетная находка, которая мне понравилась. Еще новинка. Блеск приятно лежит на губах, не химозная душка, не лезет в рот. В общем, по кайфу. Но, имейте в виду, что здесь покрытие полупрозрачное, то есть, если вы хотите прям цвет, ну, это стеллари глосс, что ли, если вы хотите полностью все перекрыть. А мы можем подытожить, да, макияж готов. Это вот, знаете, когда позерстал, сразу руки куда-то нужно надеть. Ой, ой, голова моя. Подытожим, что же мне понравилось из этого обзора, на что екнуло. А, брови, точно, брови, брови, брови. Но они подвижные. Блин, в начале, вот в эту, в секунду, когда наносишь, думаешь, вау, прям так прибило, красиво легло. Но, но это все-таки эффект ламинирования. Если вы задели бровь, вам нужно обратно ее как-то расчесать. Не, фиксации здесь особо нет. То есть, если вы задели, бровь пошла. Я же все-таки люблю фиксацию, хотя бы среднюю, чтобы брови вот они лежали. Если их задеть, они не пошли вот так ходуном. Ага, если вы задели бровь, вот она вот, все, она вот такая будет мохнатая. Ее нужно обратно причесать. О, там мне много что понравилось. Оу. Проще сказать, что мне не понравилось из этого обзора. Извини, пожалуйста, эстрад. Ты слабое звено, прощайте. Правда, новинки от эстрад мне вообще как-то вот мимо меня. А вот остальное добро пожаловать. Удачные новинки от Люкс Визаж. Это хайлайтер и блеск для губ. Тени Вивен Собоб. Пока мне нравится. Про скульптор я уже сказала нюансик. Имейте в виду, но да, рабочий пигментированный скульптор. Подводки от Релуи. Да, и еще раз да. Консиллер от Шик симпатичный. Мне понравился. Моя кожа под глазами восприняла хорошо. Карандаш для бровей и аквалайнеры тоже попадают в мою косметичку. Слушайте, у нас сегодня, да, но бюджетные. И мы выбрали свои фавориты. Точнее, я выбрала. И макияж, я могу сказать, что получился очень даже такой сочный. Заряжает уже на лето. Хотя на улице холодно. Конечно же, будет очень интересно узнать ваше мнение, кто что тестировал из этого обзора. Либо что-то присмотрел. Пишите в комментариях. Ну, а мы по традиции на такой красивой и позитивной ноте будем закругляться. Ой, я вначале такая, блин, 100 нам не получилось, а что будет дальше? Нормально, выехали. Друзья, от души благодарю, что это время. Вы провели со мной. Я с вами прощаюсь, но ненадолго. Всех люблю, ценю и обнимаю. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok